Вот такие памятки жителям и гостям республики раздавали на ЖД-вокзале в Чебоксарах в рамках информационной акции «Час пассажира». Задать вопрос напрямую как начальнику вокзала, так и представителям отделения полиции мог любой желающий. Задал вопрос о сохранности телефонов на поездах дальнего следования. К сожалению, видео не везде установлено, скорее всего, даже практически не везде. Только на отдельно взятых каких-то купейных вагонах. Сказали, что сохранность моего телефона – это моя личная сохранность. Никуда не надо уходить от того же планшета, чтобы зарядить его, надо рядом сидеть. Конечно, нужно. Это же проясняет ситуацию. Некоторые вопросы для того, чтобы не доводить до абсурда, допустим, того же телефона. Я спокойно ушел, думаю, что здесь сотрудники вроде ходят по вагонам. Но пока так. С тем, что подобные акции необходимы, согласны и руководство транспортного узла, и сотрудники транспортной полиции. Нам очень важно мнение и предложение пассажиров для улучшения качества обслуживания. И в процессе проведения дня пассажиров мы узнаем очень много полезного для нас, как сделать лучше, чтобы пассажир всегда был доволен. Обычно возвращаются по поездам в южные направления, на восток. По тарифам уточняют тоже, когда высокие, низкие тарифы бывают у нас. Про акции уточняют. Ну, данные акции проводятся ежегодно у нас. Они проводятся в сферах пропаганды. Меры, принимаемые органом транспорта по обеспечению пассажиров на транспорте, профилактика правонарушения преступлений. И готовности правоохранительного блока к диалогу с гражданами, привлечения данных граждан к сотрудничеству с правоохранительным органом. В целом, эта работа, я думаю, что положительно влияет на общественный порядок. В этот раз вопросов от пассажиров было немного. Они в основном касались безопасности, сохранности личных вещей, тарифов на проезд в поездах. Вадим Пачема, Галина Титарчук, Бахтияр Велиев, Республика.